Добрый вечер всем любителям Доты! С первой карты. Стадия драфта уже на наших экранах. Давайте посмотрим, что здесь идет. Вообще, стадия драфта в новом патче это что-то невообразимое, мне кажется, потому что мы давно уже привыкли, просматривая прошлые матчи, к чему-то повторяющемуся обычному. А сейчас предугадать сложно. Конечно же, в первую очередь это битва за коров. Как мы видим, первый бан это Магнус Перманет на 7 и Спорт, потому что отдавать этого мощнейшего оффлейнера сопернику никогда не хочется. А если этому сопернику еще отдать дабл пиком Магнусу вместе с Фантомкой, то это вообще. Можно, в принципе, игру-то и не играть. Поэтому он первым баном сразу же уходит. Остальные герои это Undyne, Клич, Антимаг и Морфлинг со стороны 7 и Спортс. Мэджик Энс ответили банами Террор Блейда, Эрф Спирита, Таска и Сент Кинга. Сами себе MMGG забирают Бистмастера и Даззла, а их оппоненты взяли Гримстроука плюс Брюмастера. Ну, начали с оффлейнеров в первой стадии, конечно же, потому что тоже лакомый кусочек. Кого поставишь в харду, то потом и пожнешь, можно сказать. Даззл, что интересно. Может быть, кто-то здесь Доту смотрит нечасто и в новом патче игр еще не видели. Даззл это, скорее всего, кор-персонаж. Может быть, даже в центр сразу же взяли Мэджик Энс этого героя, потому что он крайне силен, потому что его новый ультимейт просто уничтожает все, что видит. Минус армор, ты стоишь на линии очень-очень крепко, ты берешь себе Блайтстоун, регенерацию, борщ, тебе в этой жизни ничего не нужно. Ты просто уничтожаешь, ходишь по карте, ищешь себе жертвы и их убиваешь. Собственно говоря, весь геймплей за Даззла. Очень сильный герой на линии, по игре тоже, поэтому здесь команда его без внимания не оставляет. Бан Фантом Лантер от Мэджик Энс и время выбора третьего героя. Это Оракл, пятая позиция. Делают они остановочку. На этом суппорте доверяют ему, ну а там в ответочку пришел Висп. Интересно, что к этому Виспу потом доберут ребята из Севен и Спортс. В пуле у нас Герокоптер до сих пор находится. В пуле у нас, что еще может быть интересно, могут попробовать через какого-то Тини сыграть, потому что новый Эвеландж тоже симпатично очень переработали скилл. Периодическое время срабатывания у Эвеландж. Может быть через это захочется сыграть, через данного героя, почему бы и нет. Трегреб все еще такой же сильный. На линии стоит крепкая регенерация от Ио, скорость, почему бы и нет. А нет, скорость, это я приврал, потому что теперь Ио забирает скорость персонажа, которому он привязан, а собственно этому персонажа не добавляет. Поэтому здесь немножко слукавил. Ну что, четвертый выбор. Для Мэджикэнса мы видим, что к концу первая минута дополнительного времени у них подходит. Здесь еще в пуле остались получается Кэрри и четвертая позиция. Это при условии, что Дазл пойдет у нас на мид, на вторую. Здесь нужно будет добрать второго саппорта и кого-то на Кэрри роль взять. Все лакомые коры уже забанены, это антимаг, морфлинг и... А нет, пэшка, кстати, пэшка еще доступна. Поэтому я думаю, что какая-то из команд все-таки заберет. Как бы то ни было, даже без Магнуса, без Эмпаура, этот герой может наворотить дел. Особенно мы видим бестмастера в пике у Мэджикэнс, почему бы и нет, с дополнительной аурой. Вообще, Фантомка это персонаж, который любит всевозможные бафы от союзников. Будь то Огармаг, Бестмастер, вообще что угодно. Все это Фантомочка очень сильно любит. И я думаю, что этим героям здесь не стоит пренебрегать. Забирай тебе Джиггернауты все-таки. Мэджикэнс делают выбор в сторону Война в маске. Ну посмотрим, посмотрим, как это будет все реализовано в игре. Опять же, Оракл с ним на линии. Линия должна быть неплохая. Стоять они будут против Брюмастера, как мы видим. Можно диспейлить пиво, можно диспейлить замедление от Клэпа, вообще что угодно. Кстати, пассивка, третий спел Брюмастера диспейлится? Я думаю, что нет. Надо будет этот момент уточнить. Но что-то мне подсказывает, что вероятность крайне мала. Что можно будет с помощью первой способности Оракла каким-то образом помешать в этом моменте Брюмастера. Так, ну сугубо кэри и миди расстались для Севен и Спорт. Здесь все более очевидно. Гримстрок на пятерке будет стоять, скорее всего. А может быть, захотят ему итемов добавить ребята из Radiant. Может быть, захотят акцентировать экономику среди суппортов именно на Гримстроке. А Ио займется вардами. Хотя, так ли это перспективно, непонятно. Но ожидаемый гирокоптер вдобавок к этому самому шарику. Здесь, в принципе, ни для кого сюрпризом не стало. Потому что прекрасно они сочетаются, прекрасно они вместе друг друга ощущают. Поэтому почему бы и нет, если этот герой все еще свободен. Last Pick от команды Magic Hands. Так, соответственно, у нас Last Pick идет от Magic Hands. Потом Last Ban, точнее, Magic Hands. Потом Pick Ban 7 и Last Pick Magic Hands. Да, все верно. Ну, Хусик, да. Дефолтный, про него тоже не забываем. ОД у нас в пуле. ОД, да. ОД, кстати говоря, тоже в пуле. Поэтому про Devourer, может быть, какая-то из команд вспомнит. Крайне сильный мидер сейчас. Даже на Pro-цене, по-моему, этим героям вообще не пренебрегают ни разу. Постоянно его берут. В пабликах профессиональные игроки очень часто на этом персонажи на центральной линии исполняют. Поэтому почему бы и нет. Эта новая способность Equilibrium звучит очень и очень приятно сейчас. Ну что, время Last Pick'ов от команд. Посмотрим, смогут ли они нас удивить. Но тот самый Devourer здесь не стал это удивлением. Один из самых сильных мидеров, поэтому как бы здесь дают бери, бьют беги. Два самых главных закона. И первый закон Seven Esports нарушать не стали. Насчет второго мы посмотрим в течение игры. Но пока Devourer у нас входит в пик команды Сил Света. Сейчас Magic Hands чем-то будут отвечать. Здесь какие-то интересные свапы героев будут или нет, непонятно. Опять же, все, еще Dazzle потенциально может пойти на центр против Devourer. И Rubik, который пойдет в центр или пойдет на четвертую позицию. Вопрос сейчас очень важный. Но смысла посылать его на четверку, наверное, нет. Или нет. Смысла Dazzle посылать на четверку скорее нет. По моему мнению. Вот, поэтому Dazzle центр, а Rubik четверка. Это моя ставка. Посмотрим, сыграет ли она. Как говорится из комментаторов, аналитики такие себе, друзья. Поэтому вы здесь, может быть, со мной не согласны. Как и игроки, собственно. И мы все увидим именно в игре. Seven Esports против Magic Hands. Первая карта. Совсем скоро мы начнем. Пока можно посмотреть на замечательные сеты. Игроки приукрашают свое дотерское бытие. Потому что каждый день играть на одних и тех же персонажах на одной и той же карте. Всю эту бренность можно вскрасить хотя бы покупкой вот таких замечательных мечей. Например, как у Джиггернаута. Игроки готовятся. Сегодня у нас 25-й. У кого-то уже 26-й, например, у меня. Декабрь 2018 года. И мы все собрались на такую предновогоднюю доту. Замечательную. Так, ну все. Матч стартует, дорогие друзья. Надеюсь, вы приготовились. Запаслись чаем. Может быть, чем-нибудь еще. У каждого свои вкусы. И мы начинаем эту встречу. Давайте посмотрим, кто на ком будет играть. Айру. Дазл. Куда идет, пока непонятно. Пятая позиция Арамис. Он же Марс, Дота, Оракл. Вниз идет замечательный кабанчик Бестмастера. Бестмастер сам пока пошел наверх. Все в самоках. Мастере. Третья позиция. Также наверху Джиггернаут. Первая позиция. Фито. И в центр идет игрок. Чет Дота. Посмотрим, будет ли Рубик центровой. Либо все-таки это сопортящая позиция. Мы это все увидим дальше. Ваши аплодисменты коллективу Magic Hands. Их оппоненты. Севен и Спортс. Ку-2Е. Осмелюсь прочитать этот никнейм так. Outworld Devourer. Вторая позиция. Внизу. Дабла. Гирокоптер плюс Ио. Ио от Иксес Вэмпайра. И Позуан будет играть на Кэри. И наверху также Дабла. Это Брюмастер от Хэри Поттера. И Мэнтис Ван на Гримстроке. Дорогие друзья. Севен и Спортс. Также слышат аплодисменты своих фанатов. И можем начинать. Мы видим, что смоки развеялись. Все дошли до своих позиций. Здесь Новый год небольшой устроили, ребята. Фиту, в частности, фейерверки решил позапускать. Нафармил итемов в новогоднем событии. В Холодрыжестве. Но все вроде бы на дефолтной позиции разошлись. Все-таки Аиру, похоже, будет четверочкой на Дазли. А вот Рубик это позиция 2. Позиция 2. Звучит Горн. Вверху столкновение будет или нет. Пока Сила Света претендует на то, чтобы забрать руну. Фита крутится. И эту руну он забирает. Отлично. Руна для Мэджикэндис остается. И внизу 2 забирают. Или не забирают. Хороший дэнает бисмастера. А можно позвану-то забрать или не можно. Бодиблок хороший. Нет, Аиру все-таки проливает первую кровь. Типаут висп. Так-то больно ему тоже. В импарию улетает. Ладно. Потеряли здесь гирокоптера. Очень и очень неприятная ситуация. Для Севен и Спорт случилось. Сразу же типы полетели, естественно. Кэрри типают друг друга. Почему бы и нет? Вот это самая война морали в Доте 2. Когда ты типаешь игрока, который ошибся. Очень и очень неприятно. Ну что, по итогам... Нижнюю забрали или нет? Маджикэнс непонятно. Да, забрали. Это 2 к 1 и 1 за дэнаеная. Ну, можно сказать 3 к 1 для Маджикэнс. Хотя фактически это, конечно, не так. Однако дэнает кабанчика был очень хороший. Микроконтроль здесь у бисмастера замечательный. Ленинг стадия. Крепы добиваются. Денежки зарабатываются для коров. Посмотрим, у кого из команд это будет получаться лучше. Здесь мы видим уже стадо кабанов. Разминает гирокоптер с виспом. Дают им... Дают им пространство для того, чтобы похарасить мастера здесь немного. Половину хп теряет бисмастер. Отойдет. Традиционная раскачка сейчас в этом патче для бисмастера это кабанчик плюс аура. Топорики уже стали не такими актуальными на линии, потому что замедление просто огромное от этого кабана. Ну и аура атаки, конечно же, усиливает всех юнитов вокруг. Почему бы и нет. Даззл здесь с поизон тачем. Само собой. Потому что первая способность даззла также на линии очень и очень сильна. Особенно вот это продлевание. Когда ты используешь ее на врага, потом еще даешь пару тычек. И там в итоге пару сотен здоровья слетает. Очень и очень приятно. Так, ну что. В центре у нас тоже интересное противостояние. Дестер против Рубика. Рубик качается второй, третий, естественно, потому что на линии телекинезис такая себе история. А вот усиление себя, либо ослабление врага, почему бы и нет. Так, все, пауза вроде бы прекращается. Игроки извиняются перед друг другом. Давайте посмотрим по вардам. Интересная здесь ситуация или не слишком. На центре, по крайней мере, стоит один только. В центре вард от сил тьмы. Здесь у Рубика обеспечение идет в этом моменте. Немножко фейтболт прилетел в лицо. У Девауру ничего страшного. Суппорты постарались. Запулили, все хорошо. Вижена у Деваура здесь нет. Курьер погибает. Кто его забирает? Кто-то, по-моему, просто сфидел. Не герой забрал. Окей. Ну, ошибочка опять от Севн и Спортс. Пока ребята собраться не могут. Чет 0-1. Уже больше тысячи преимущества за Мэджик Энс. По Нетворсу. А я напоминаю, это только вторая минута матча. Ну, Марс Дота немножко получает здесь по лицу у него. В инвентаре до сих пор валяется один обсервер вард. Куда-нибудь он его разместит. Хэрри Поттер подошел к крипчикам. Пока топ-1 крипстат на карте. Джиггернаут. Но это все так. Вилами по воде писано. Потому что каждую секунду статистика изменяется. Там отрыв буквально в 1-2 крипа. Крадинальных различий нет. Между командами, между позициями, между игроками. Мастер аккуратненько подходит к крипчикам. Здесь пул крипов сил света произошел. Ну и все замечательно. Получается, здесь у Дазла вместе с Бестмастером ласхитить. Проблем никаких они в этом не испытывают. Проблем они в этом не испытывают. Более-менее успокоились с линией. Пока мы видим у более половины героев на карте. Все хорошо со здоровьем, с маной. Никто не агрессирует, никто не душит. Внизу даже тоже все хорошо. Геррокоптер отхилится. Мы видим, Рокет Бараш плюс Флэк покачали. Вот здесь опасная позиция. Пошел Пойзон Тач. Можно попробовать цепануть кого-нибудь. Вэмпайр очень больно получает по лицу. Дальше Мастери не пойдет, понятно. Потому что под вышкой он пока выживать не способен. Дальше идти не стоит, само собой. А Иру, Мастери 2-го уровня. Их оппоненты также. Пока по экспириенсу мы видим, никто слишком сильно не просаживается. Ну вот теперь этот самый экспириенс Денай Крипов не дают. Поэтому стало не так приятно Денайить. Просто денюжки тебя, там 7-8 монет накапает. А раньше, если Денайти получалось очень хорошо на линии, и ситуация того позволяла, то можно было обгонять соперника на 1-2 уровня вперед. Вообще без проблем. Фита немножко по лицу получил. Кисточка Гриммстрока. Но ничего страшного. Под вышку отошел. Мы видим пулит Крипов Марс Дота. Понимает, что ситуация пахнет очень и очень нехорошо. Нажимается глиф. И Крипы все равно уходят в сторону Брюмастера с Гриммстроком. Девауэр четвертого уровня. Крипстат 16 на 4 против Рубика 18 на 4. Здесь пока минорный, но Рубик лидерство держит на центральном коридоре. У Чеда все хорошо. 2-0 талисманчика. Дефолтный закуп. Сейчас дальше будет Ботл. Нападение. Неплохо Фейтболт полетел. Тут тышка от вышки. Опасно. Фейрифайер спасает. Еще Фласочка. И хорошо. Девауэр отсюда уйдет. Однако напугал его Рубик, по-моему, в этом моменте. Потому что там Фейтболт уже в 3. Пятый уровень. И очень и очень больно. 240 урона вообще. Это что такое? Тут буквально 3 Фейтболта. И это практически фулл ХП от Outworld Devourer. Нужно регенерацию нести здесь в миди-ром. 7 Esports на центр. Потому что по-другому не получится. Рубик принес себе Ботл. У него ситуация поправится. Она стала куда лучше. И наверху еще Реген. Вот сейчас бы Девауэр у него добраться. Но он понимает, что шансов на это никаких нет. И просто уходит назад. Наверху в это время. Фита попытка забрать Джиггернаута. Однако работает Блэйд Фьюри. Очень много дэмджа прилетает с Оракла. Фита ластичка забирают. Суппорта Рейдиант. Дальше пошли. Клэп хорош от Хэрри Поттера. Параллельно погибает Физп внизу. Ну и, конечно, Брюмастер отсюда уйдет. Оракл никакой опасности для него навязать не сумеет. В итоге 4-1 в пользу Мэджик Хэнд. Сейчас еще Арамис прогуляется за своей баунти-руной. За вражеской не успевает. На топе все не слишком круто. Конечно, Фита погиб. Ладно, но крипов у него много. С другой стороны, Хэрри Поттер тоже фармит. Мы видим, Фейсбутс уже есть на 6-й минуте. Сверху 200 голды. Возможно, какие-то брейсеры мы увидим от Хардлайнера команды Seven Sports. Опять же, популярные предметы. Вот эти нульчики, брейсеры. В рейсбэнде все это очень и очень приятно. Очень и очень круто. Брюмастер, что интересно, вкачал Cinderbrew. Интересный момент, на самом деле. Потому что обычно его вообще не качают на линиях. Ну, зависит от игрока, конечно же. Но в очень многих случаях можно заметить, что в брюмастере этот спелл не качают. Однако здесь выбор пал в сторону того, чтобы все-таки один спеллпоинт потратить. Для этих способностей. Что у бейсмастера? У бейсмастера 1000 золота. Это мы видим в планах фаст или не фаст. Ну, довольно-таки фаст Владимир. То есть сначала брейсер, базила, чтобы было легче стоять. А потом Владимир моментально добирается. Аиру пока со стиками, с двумя нульчиками. Тоже больно бьет с руки. Мы видим 76 демеджа. В это время на центре атака на Ауртвул Деварора. Он прячет пока соперника в Астрале. И дальше его оракл догнать не сможет. Попытка ганга неплохая, но не увенчался на успеха. Чет отходит назад. Мы видим, что он уже серьезно превзошел по крипам своего оппонента. 29 на 14 против 20 на 4. Особенно по динае мы видим, что здесь чет доминирует очень и очень серьезно. Внизу пока все хорошо. А вот на топе проблему. Дайр. Нет. И у Дайр и у Рэддиан. Здесь один в два размена, однако погибает Корр, погибает Фита. Минус 11 секунд потенциального фарма. Тут вообще на тоненького играют ребята. И стоит с другой стороны. Немножко поддайвили под вышку. Скорее всего в спину им вышка тоже немножечко снарядов накидала. Я имею ввиду Гримстроука и Брюмастера. Было не так приятно. Может быть чуть получше позиционку, чуть меньше демеджа. И были шансы забрать и оракла. Зацепить или по крайней мере кому-то из этих двоих выжить. Так, кто там? Где успел погибнуть Гримстроук? Гримстроук погиб здесь. Мы видим кровяное пятно. Дальше будет продолжение или нет. Как больно сбривает сейчас фейтболтом. Беспай. Рубик зарядил. Не пощадил. Аиру на лоу хп. Сейчас скрипчики могли бы его съесть. Но отходит вовремя. Все хорошо. Чет перетянулся. Все у него получилось. Мы видим первая способность Гримстроука в руках у Рубика. Очень и очень опасно. Фейтболт замакшенный. Седьмого уровня. Эмитер команды Мэджикэнс. У Чедо все замечательно. Здесь еще даблстак сейчас зафармится. И пока 5000 за Мэджикэнс. Уверена. На восьмой минуте они берут это преимущество. На центре дали по экспице немножечко Орухлу. Потому что шестой уровень данного персонажа. Это очень перспективно для команды в целом. Почему бы и нет? Дать немножко по экспице. Так Айра все-таки погиб на ЛОХП. Я так понимаю стоял где-то. Позван до него дотянулся. Гирокоптер здесь ошибку Дазда не просил. Хейст включается от Рубика. Можно кого-нибудь зацепить. Видно в Эмпайре. Его моментально просто сбривают. Ну что это за дэмэдж? Замедление по гирокоптеру. Его тоже никуда не отпускают. И это два убийства для Мэджикэнс. Киллинг с примастери. У Рубика вообще все шоколадно. Он сейчас просто султаном себя чувствует. В дворце. Посмотрите на эти цифры. Я не знаю. Восьмой уровень. Фейс бутс. Два нулика. Заряженные стики. И в принципе не так долго осталось. Немножко подфаримся. Может быть кого-то убить. И появится уже Юлд скипетр. Регенерация маны. Скорость передвижения. Все это Рубику обеспечено. Ситуация сейчас замечательная у Мэджикэнс. По Нетворце мы видим, что тот самый Рубик на первом месте на карте находится. Что в принципе не удивительно. Ну и там где-то Брюмастер подфармливая затесался. Тоже вверху мы видим. Брейсер. Фейзы. Тоже стандартный набор для оффлейнера. Внизу драка параллельно. Позван погибает. Геррокоптер уже в таверне. Мы видим Омнислэш был уже использован. Полетели сюда остальные ребята. Мастери. Крест. Пока ему ТП сбивают. Мастери уже отсюда никуда не должен уходить. Дальше замес. Раздупляется. Направил сприт. Здесь Брюмастер. Полетел булыжник Фита. Фита не должен выживать. No way. Лоу ХП. Лоу Мана. Включается Варт. Варт можно размикроконтролить. Фита отсюда скорее всего уйдет. Даззл пока кружится под вышкой на циклоне. Все хорошо. Прогнал отсюда просто комбатчик в соло этого Вэмпайра. Виз против него ничего не смог сделать. Параллельно погибает все-таки Бистмастер. Его догнали. Хэри Поттер отыгрывает. У Хэри Поттера все круто. Он все делает замечательно. А дальше можно. Втроем. Ультимейта нет. Ничего нет. У Панды нет даже Клэпа. Хотя 7 стиков. Хорошо. Нажимается Клэп. Фейтболт. Это двойное убийство для Даззла. И уже вчетвером здесь Magic Hands. Можно забирать вышку. Можно спокойно это строение забирать. И ничего здесь 7 не могут сделать. Ну сыпется оборона. Видно, что передвижение в целом более удачное Magic Hands. Однако параллельно, естественно, персонажи фармят. Мы видим Деваурер. Вообще не торопится с центра уходить. У него в принципе не так много сейчас. Ситуация плачевная. Для мидера команды 7 Esports. Шестая позиция в топе Нетворца. Это не то, что хочется видеть от Дестра. Тем более... Ну тем более, да. Когда это твоя единственная надежда. Топ в принципе вровень более-менее сыгран был. Так, вверху там цепляют кого? Мастери. Хорошо. Праймал Роур был использован. Герокоптер пока стоит в сане. Где 4 персонажа 7 Esports. Их всех видно. Было бы чем цепануть. Но нет. Мастери должен погибать. Однако крест работает. Шеллоу Грейв. Мастери топаут. Неужели отпустят? Отпускают. Все, да. Мастери вышел. Фейтболт. Как больно вы просто видите вот этого человека. Его чуть не разорвало. Продолжение. Праймал Сплит. Все еще на перезарядке. Харри Поттера могут цепануть. А бездвижение пошло от Оракла. Дальше. Аиру замедление. Фейтболт полетел. Тамурда работает. И все. Его стирают с лица земли. Это двойное убийство для Чеда. И Рубик просто дальше собирает жертвы по этой карте. Он просто собирает эти сладкие булки. Пришел в кондитерскую. Решил перекусить. Чед Дота. 10 уровень. У Буримастера мы видим тоже в планах покупка Владмирца, который появится довольно таки скоро. Ну и все круто. У Мэджик Энд становится еще лучше. 9000 преимущества на 12 минуте. Первый Тринут Ворса это персонажи команды Дайер. Это тоже хорошие для них новости. Ну у Севен и Спортс на самом-то деле есть варианты вернуться. Главное не фидеть так Рубика. Потому что иначе он просто начнет щелкать всю вашу команду одним только фейтболтом. Там такой магический прокаст дикий. Может быть какие-то худые пайпы здесь понадобятся. Как знать. Не такой популярный это артефакт стал. Я имею ввиду Hot of Defiance. Как был раньше. Потому что раньше и кэри брали его первым-вторым итемом. Чтобы выживать в принципе в драках в early-middle гейме. Я уже молчу про оффлейнеров, которые собирались в прочность, в жир, в выносливость. Так, интересно смог. Байт на мастере или не байт? Или псевдобайт? Видно, что здесь стоит Сокол. Сейчас, точнее Ястреб. С ним сейчас Дестер разберется. Нет, это просто откровенный пуш. Однако, заметили здесь Гримстрок. А Гримстрок отправляется в таверну моментально. Его здесь в асфальт закатали. Мэджик Энс. Ну и дальше совершенно спокойно уничтожается тир-один строение в центре. И продолжение будет либо по центру, либо можно на топ перетянуться. Почему бы и нет? Пока боеспособность команды Радиант очень и очень под вопросом. Мы видим, что Брюмастер что-то может, потому что он довольно плотный. Он может вынести огромное количество дэмэджа от соперника. Опять же, Примал Сплит имеется. Очень полезный ультимейт даже на первом уровне и в начале игры. А вот со стороны остальных пока такого эффекта не видно. Нашли кого? Нашли Брюмастер. Его отсюда прогнали. Хорошо. Атака по тир-дво строению. И по всей видимости дефать ее не собираются. Или собираются. Релокейт работает. Хорошо. В Импайр на половине ХПН практически погибает. Примал Сплит на сжимается. Атака по чед дота. Пока по нему контроля недостаточно. Полетел Праймал Роур. Стирают с лица земли. Деваурер. Дальше продолжение. Связка от Гримстрока. Хорошо. Можно попробовать все-таки зафокусить чеда. По нему панды вносят урон. Но его недостаточно. Шеллоу Грейв работает. Все-таки Рубик может погибнуть. Однако полетела ультимативная Оракла. Дальше можно продолжать. Аутуэл Деваурер. Все еще жив. Каким образом? После Байбека. После Байбека здесь Дестра. Если их всех убить. Это может быть ГГ. Харри Поттер. Минус Армор. Отдастло очень и очень больно. Это триплки для Арамиса. И минус. Аутуэл Деваурер. После Байбека. Это минус 6 от Мэджик Энса. А у них никто не погиб. Что делают эти звери? Продолжение. Окей. High Ground. Сейчас решается все. Либо минус игра, либо не минус игра. Я думаю, что как минимум сторону получится здесь собрать. И это Good Gameball Plate. От Аутуэл Деваурера. Q2E признает поражение Севен и Спортс на этой карте. 1-0 в пользу Мэджик Энс. С чем мы их и поздравляем. Стремительная карта. 13 минут. 13 минут. Это даже для этого патча очень и очень мало. Надеемся, что Севен и Спортс немножко взбодрятся к следующей карте. Придумают что-нибудь. Может быть, испортят какие-нибудь старые заготовочки. И покажут, чего они стоят все-таки. Ну, а с вами StarLadder. С вами ProSeries. С вами Unit. Мы удаляемся на небольшую музыкальную паузу. И вскоре вернемся. Продолжение следует... Продолжение следует...